Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430М, 99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале. Всем ютюберам привет. Уже 55 человек подключились. 13. Спасибо за лайки. И, кстати, не забывайте ставить. Они лишним не будет. Спасибо большое. Ты видишь, даже человек со Львова к нам подключился. Да, да, да. И вот у нас уже есть телефонный звонок. Давайте. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Ни. Прошу прощения, зашел. Здравствуйте. По поводу вчерашних дебатов, если позволите. Пожалуйста. Конечно. Вы на трибуне. Спасибо большое. Вы знаете, в отличие от... Был приятно удивлен такой довольно спокойной манерой ведущей. Несмотря на ее, ну, очевидную склонность к определенной стороне. И, знаете, Трамп прекрасно справился с задачей. Для тех трех процентов неопределившихся стало очевидно, кто победил и за кого надо голосовать. А что касается тени отца Байдена, то мы все увидели, что это какой-то не просто вчерашний день, а просто позавчерашний день. И было, ну, как-то даже жалко. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. На самом деле, Олег, вот тут мы с ним разговаривали до эфира, отметили хорошую работу модератора. Неожиданно для меня, во всяком случае. Я немножко не согласен в том плане, что было очевидно ее уклон в какую-то сторону. Дело в том, что это история ее. Она в свое время там подсказывала вопросы, которые... Вчера она, я вчера, она как раз была довольно лояльна. Об этом и сказал наш, он это имел в виду, что несмотря на то, что ее склонность к левизне, она вчера провела дебаты более или менее объективно. Да, добрый день, добрый день. Здравствуйте. Я хотел вот особенно вот, чтобы Сережа мне ответил, так как он общается часто с этими инженерами, там, с врачами, лоерами, которые вот ему морочат голову. Чтобы он мне ответил, вот что вот эти простые люди, чем им Трамп не устраивает. Не то, что не устраивает, чем он их обидел. Что он отобрал у них, то, что у них было. Вот мне непонятно, я все время сижу и думаю, что он сделал плохого. Ну, Байдену и Обамской компании понятно, что их ждет. Но что этим людям не хватает, особенно тем, кто сидят сейчас на этих, на пенсиях и, как говорится, диванные генералы. Сережа, Сережа, тебе вопрос. Спасибо большое. Вопрос хороший. У меня есть option обратиться к аудитории? Потому что я действительно не знаю ответ на этот вопрос. Я вот, если бы мне задали этот вопрос, я бы сказал, ничего не сделал плохого. Нет. Объяснить, почему они против Трампа, я не могу. Потому что нет объективных причин, почему люди не любят Трампа. Ты знаешь, есть вот... Ну, есть персональные какие-то лайки, дизлайки. Ну, не нравится мне твоя прическа. Вот не нравится. Вот и все. Ну, давай послушаем аудиторию. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. А вы знаете, вчера, по-моему, вчера выступала одна женщина после дебатов. Она, я не помню, откуда она, она сказала, да, Трамп мне помог. И помог с его, вот, вот, вот эти деньги, подсказать, как коронавируса. Я не уволил своих людей. И мой бизнес выстоял. И большое ему спасибо. Но я все равно буду голосовать за Байдена. Вот скажите, как это возможно? Ну, вот как это возможно? Ну, знаете, умная, бля-ля-ля-ля, умная, белая женщина. Все нормально. Высказал бизнес. Все. Он ей полностью помог. Он ей как папа стал родной. И она будет голосовать за Байдена. Вот объяснить. Есть очень такая... Дерейджмент синдром. Есть неприличная поговорка. Если ее сделать приличной, то, наверное, будет звучать так. Обделаюсь, но не сдамся, да? Вот так и она. Ну, может быть, правильно. Это тот идиотизм. Ну, это больно. Это синдром. Это синдром. И вот таким вот бей в голову, забивай кола синовой. И все равно они, по-моему, как будут... Вы знаете, вот, может быть, это один из ответов, которые я сейчас скажу. Нет, вот что я хочу сказать. Буквально вчера я поинтересовался, сколько людей в зависимости от возрастной принадлежности, миллениум, там, до 34 лет, там, 40-50. Сколько из них читают газеты, журналы, сколько из них черпают информацию, откуда и как. Значит, интересные цифры. Большинство молодежи, они берут информацию в соцсетях. И, соответственно, когда двигаешься по возрасту, по нарастающей, чем старше человек, тем больше эта кривая идет в сторону газет. У нас здесь звонок. Давайте примем, потом продолжим. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я о двух вещах рассказал. На предыдущем я послышал сейчас кусочек вашего разговора. В основном народ вообще, в принципе, он на эмоциях живет, а не разумом. Поэтому вот это так и происходит, по-видимому. Это относится как раз к избирателям, демократам, это относится в полной степени. Они голосуют эмоционально. Именно об этом я и говорю. Вот то, о чем я сейчас... У меня немножко другой вопрос к вам. Вот скажите, пожалуйста, вот Нью-Йорк, Чикаго наш, потом... Я не говорю Калифорнию, ладно, там вообще, так сказать, отпетые. А вот почему средний, говорю, ну, не синильный, так сказать, избиратель, а в среднем возрасте американцы, которые прожили и понимают, так сказать, более-менее все. Почему? Я имею в виду не на центральном уровне, а именно на... местном. Почему не выходят, скажем, на демонстрацию, вот несколько десятка тысяч вышли бы, и были бы с плакатами мэра в отставку и губернатора в отставку, у них бы в заднице засвербило бы сразу. И в пределах бы этих не было. Вот почему никто не уходит? В белорусы, пожалуйста, в России двушку дают и винтят вообще ни за что. Вообще ни за что. А здесь же никто бы их не винтил бы. Почему вот они не выходят? Вот это для меня загадка. Вы звонили не один раз уже по этому поводу, с этим вопросом, и мы с вами его обсуждали. Почему? Не знаю, почему. То же самое я задаюсь этим вопросом, почему люди сидят и бездействуют. Либо они слишком заняты, либо они считают, что моя хата с края, пусть другие это делают. Чаще всего это люди, которые работают и заняты. Сейчас мы обязательно примем звонок от интересных комментариев в YouTube. Все политики врут, Трамп не исключение, но меня лично не устраивает, что он четвертый год обещает обнародовать налоговую декларацию. Но это на самом деле забавно очень. То есть человек, который всю жизнь занимался бизнесом, зарабатывал деньги, и вас так беспокоит, что он не предоставляет налоговую декларацию. А вот когда политики, Пилоси, Шмолоси, Байден, Шмайден зарабатывают, становятся миллионерами. Неизвестно на чем. Становятся миллионерами, будучи государственными служащими, вас это не беспокоит. Вы знаете, это проявление идиотизма. Вот честное слово, какое вам дело, как он заработал свои деньги? Он занимался бизнесом, он был частным лицом. Не, меня это крайне возмущает. Сережа, береги нервы. Когда политик пришел без штанов, Байден, сколько там уже, почти 50 лет служит на государство, получает государственную зарплату и стал мультимиллионером. Это у вас вопросов не вызывает. А Трамп, который всю жизнь занимался бизнесом по всему миру, и вы подпеваете этому старому маразматику Байдену, где ваша декларация? Это не ваше собачье дело. Это он был частным лицом. А сейчас, когда он стал президентом, он свою зарплату 4 года отдает в черити. Когда Трамп был бизнесменом, то естественно, что у него бизнесы более чем в 25 странах. Естественно, у него счета в банках по всему миру. И вчера тоже он об этом упомянул, кстати, и сказал, что да, действительно. А почему нет, если я бизнесмен? Человек всю жизнь занимается бизнесом. Мало того, он в 2013 году открыл этот счет в банке, а в 2015 закрыл еще до того, как он начал баллокироваться. И действительно смотрит на его налоговые декларации, не опубликованные. Но никто даже не думает, что столько лет человек создал столько рабочих мест и позволил людям работать и платить налоги. Звонок, да? У нас масса звонков. Вот, потому что я обратился к аудитории. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти дебаты показали то, что все идет в русле демократов. Они задают те вопросы, на которых Трамп очень... Вы абсолютно правы. Повестка дня была выстроена с учетом интересов демократов. Вот это точно абсолютно. Потому что традиционно третьи дебаты посвящаются внешней политике. И тут у Трампа колоссальные достижения. И Байден выглядел просто сморчком. Между прочим, да, вопросы были практически те же самые, которые затрагивались на первых дебатах. Да. Уже и про коронавирус мы говорили тогда, и сейчас. И все те же самые обвинения, которые бросал Байден в сторону Трампа, что он вовремя не закрыл границы. В то время, как уже там 40 стран закрыли границы, я, опять же, вчера копнул информацию, и в январе еще не были закрыты никакие 40 стран. В то время, как Трамп уже закрыл авиасообщение с Китаем, за что был обозван Байденом, там, Китая ненавистникам, кем угодно. Еще мне вот просто обидно то, что вот всех волнует вот эти проблемы с Хантером, и практически со стороны ведущих ни одного вопроса не было заданно Байденом. Ну, естественно, они, на самом деле... Я, в смысле, задавал вопрос, а тот говорил, нет, нет, ничего не было, и я очистник... Вот это тоже интересно. Вы же сами сказали, что вопросы были построены с учетом интересов демократов. Как же они могут задавать вопрос про Байдена? Нет, ну она задала вопрос по поводу Хантера. Она сказала, все это неправда, и вот бывшие там разведсообщества... 50 агентов, написали письмо. Это говорит не о том, что Хантер Байден не замешан вместе с папашкой Байденом в этой грязи. Это лишь говорит о том, что в разведсообществе окопалось леворадикальное отребье и преследует политические цели. Это, на самом деле, вопрос безопасности нашей страны. Значит, по поводу вот тех 3,5 миллионов, которые он получил от Елены Батуриной, вчера, кстати, об этом тоже упомянули, значит, не просто так эта информация там где-то кто-то написал. Создали комиссию по расследованию и составлению отчета, который курировал председатель комитета Сената по национальной безопасности и делам правительства Ран Джансен из штата Винскансен и председатель финансового комитета Чак Грасли. Значит, результаты проведенного расследования свидетельствуют, что в период с мая по декабрь Батурина отправила 11 банковских переводов под названием соглашение о займе на банковский счет, который принадлежал там какой-то компании Бэк-Уэсэй под названием и которая объявила банкротство в 2019 году. Поэтому, в принципе, это не то, что там кто-то где-то какую-то пушку пустил, это же результаты исследования комиссии. Ну, естественно, конечно, что председатель Джо Байдена Эндрю Бейтс уже прокомментировал результаты расследования и заявил, что количество жертв коронавируса растет, жители штата Винскансена больше с безработицей, но никакого такого прямого опровержения насчет этого не было. Вот поэтому это же не просто так придумал, кто-то как комитет копал. С этими лэптапами, представляешь, какие русские вообще потрясающие люди. Создали фейковый, такой фальшивый харддрайв, всунули его в лэптап, а на этом харддрайве 11 тысяч имейлов, причем значительная часть от которых имеет отношение к семье Байдена, то есть с семьей связано. И фотографии 25 тысяч штук, включая порно местное с Хантером Байденом, ну и плюс семейные фотографии Байдена. Вот это русские, вот это дают, вот это дают, честное слово. Значит, Тони Бабулинский, который был, сотрудничал с Байденом, в четверг он выступил с заявлением в Нэшвилле, в Теннесси, перед президентскими дебатами, и сказал, что в пятницу он передаст информацию в FBI, ФБР, которые подтвердят его утверждения, касающиеся деловых отношений Хантера Байдена. Он сказал, что сделал заявление, чтобы установить причастность семьи Байдена вице-президента Байдена, его брата Джима Байдена и его сына Хантера к отношениям с китайцами. Значит, он сказал, что в 2015 году к нему обратился Джеймс Гиллиар с предложением присоединиться к нему в сделке, в которой, по его словам, будет участвовать китайское государственное предприятие CEFC, там China Energy, и какая-то семья, очень высокопоставленная семья. Оказалось, конечно, что это Хантер Байден. Он должен был встречаться с членами комитета Сената по этому поводу. И вот что интересно, вот Крис Уоллес в прямом эфире говорил по поводу этой клеветы, что вице-президент Байден фактически опубликовал свои налоговые декларации в отличие от президента Трампа. И нет никаких свидетельств того, что когда-либо получал какие-то деньги от китайцев. Бабулинский, он ветеран военно-морского флота, который в более раннем заявлении сообщил, что он является генеральным директором Синахок Холдингс, что, как он отметил, было партнерство между китайцами, действующими через CEFC, вот эту компанию, и председателя семьи Байдена. Он говорит, что видел, как вице-президент Байден говорил, что никогда не разговаривал с Хантером о своем бизнесе, отметил Бабулинский. И он воочию убедился, что это неправда, потому что было не только дело Хантера, они сказали, что поставили на карту фамилию Байдена и ее наследие. Вот, поэтому, кстати, он должен был, Трамп вчера должен был Бабулинский пригласить вот на эти дебаты, не знаю, был ли он там или нет, но вот такие свидетельства о том, что действительно Байден был замешан в этих сделках. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, ребята, это Слава Кобянович. Да, Слава. Очень хороший материал сегодня был на этом самом, на Хеннити поставил, сделал подборку того, что Байден говорил, что oil industry cracking, он совсем не против, и что он будет, он федеральный. Там подборка замечательная в его материалах, где он говорит, никогда в жизни, никогда в жизни. Трамп сказал на дебатах, так у меня видео есть. Он говорит, поставь, вот и поставили хорошо, так хорошо бы это было размножить. Это одно. Теперь второе. Вот этот green deal, я удивляюсь, в общем, совершенно безграмотности нашего населения. Вот по поводу коронавируса советуются со всякими специалистами, этот говорит одно, этот говорит другое. Но никто ни разу не сказал, ребят, ну green deal, это же безумие. Это же безумие. На сегодняшний день, ну спросили бы у каких-нибудь там инженеров простых, вот как у меня, например. Нет сегодняшний день ни технологий, ни решений, ни инноваций никаких по замену существующих энергоносителей. Почему сегодня... Слава, ты прервался, не слышно тебя. Сейчас слышно? Сейчас лучше, да. Почему батареи на крыше заменяют всего 10-15% потребности? Потому что не в состоянии это сделать. Надо было задать Байдену простой вопрос. Слушай, а из чего сделан ты галстук из полиэстера? А из чего сделана твоя авторучка? А из чего сделана... Автомобили, на которых мы ездим, по-моему, процентов на 80 состоят из... Как на 80? Послушайте, я всю жизнь проработал в индустрии, которая занимается обработкой неметаллических материалов. Это все нефть. В вашей машине, ты прав, Сережа, 90% это нефть. И чем Байден собирается это заменить? Я... Вот мое представление такое, что нужно еще 200 или 300 Нобелевских лауреатов и по крайней мере 100-150 лет пока будет найдена замена существующим энергоносителям. Это сделать невозможно. А из чего сделаны вот эти ветряки, которые стоят? Это же все пластмасса, а пластмасса это нефть. Ну, ну, как это объяснить тупоголову? Ну, как? Слава, ну пойми ты, ну ты же знаешь, ты грамотный человек. Я так понимаю. Вот, ты понимаешь, я понимаю. Вот я начал говорить до того, как нам начали звонить радиослушатели и вот человек звонил по поводу почему люди не понимают. Да потому что не читают люди до конца, потому что читают заголовки, потому что 95% наших СМИ это левые СМИ, которых задача единственная промывать мозги всем. И когда ты по телевизору, каждый день, целый день слышишь Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп плохой. Он сделал плохо, он вышел из Парижского соглашения, он открыл нефтяной индустрии и убивает природу. И когда тебе постоянно об этом говорят, то люди начинают этому верить. Немного сегодня людей, которые могут действительно залезть в интернет и начать копать и читать не новостные каналы, а читать блогеров, читать статьи аналитиков, читать статьи и выводы специалистов. Каких-то еще есть все-таки независимых. Олег, не нужно быть специалистом. Ну не нужно быть. Надо быть, надо хотя бы ну как-то задать себе вопросы. Я говорю, если бы можно было посадить на задницу вчера, двумя вопросами. Слава, никто этим не хочет заниматься, никому это не надо. Народ включает телевизор, съел то, что ему сказали и все. Ты будешь копать, я буду копать, Сережа будет копать. Мне копать не надо, я этим всю жизнь занимаюсь. Ну, тем паче. Таких, как мы, немного. Да, конечно, конечно, вы такие два. Нет, я не говорю, ты не понял, Сережа, я хотел сказать, такие как мы, которые будут копать. я шучу, переставляю. Не надо мне тут шутить, мы о серьезных вещах говорим. Ну, пускай бы, пускай бы кто-нибудь позвонил и как-то возразил, скажем, не называя имя Трампа. Ну, не надо мне Трампа, давайте, забудьте про него уже. Ну, включите мозги и рассуждать, попробуйте рассуждать теми знаниями, которые вам дали в советской школе. Хотя бы. Ну, Сережа, Слава, пойми, что... Добрый день, вы в эфире. Нет, спасибо большое, Слава, мы должны остановиться. Прерваться надо, да. Спасибо, Слава, всего доброго. Да, на рекламу, буквально несколько минут реклама, а потом обязательно примем звонки, ответим на вопросы и продолжим. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон в студии, вы помните, 847-400-5200, и давай мы пообещали принять звонки. Да, давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. У меня два коротких вопроса. Вот, когда же будет проведено вот это голосование в Сенате по поводу судьи Барретт? Сегодня через слушание в понедельник должны голосовать. Я сейчас, я хотел как раз об этом рассказать. Все, Олег подробнее расскажет. Это ответит обязательно на вопрос. Спасибо большое. И второй вопрос маленький. Вот, не опоздал ли Джулиане в публикации вот это мюнер просто вот это с вами мог, он же два-три месяца много, и было бы возможности что-то проявить еще больше. Мне трудно следить. Спасибо большое. Что касается этого вопроса? Значит, второго вопроса насчет Джулиани. Я вообще, честно говоря, честно говоря, не думаю, что вот посадить Байдена никто не посадит, так же, как не посадят Хиллари Клинтон, так же, как не посадят Бараку Обаму, так же, как не посадят Брэннона, Клапера. Почему-то у меня на этот счет, так сказать, считаю, что они этого не сделают, потому что это все равно элита. Кристофер Рей, по-моему, ничем не лучше, чем Коми, такой же прохиндей, тоже какие-то политические интересы отстаивают, или честь мундира, не знаю, не берусь судить. А что касается избирателей, те, кто за Байдена голосует, даже если будет, вот уже информация, вы посмотрите, вот уже лэптап есть, уже разведсообщество, уже начальник, директор национальной разведки, уже ФБР сказали, что нет, это не русские, это все действительно имеет место быть, и что вы думаете? Байден на экран, а все это вранье, все это вранье. И тут же, загляните в соцсети, посмотрите на этих баранов, которые за него голосуют, они подхватили, они будут талдычить, никакие факты их ни в чем не убедят. Дело в том, что когда начинаешь говорить о коррупции в рядах демократической партии, и о коррумпированности, в частности, Байдена и его сопартийцев, то ответ один у них, а посмотри на республиканцев, они такие же коррумпированные, и если они себе поставили перед собой вот цель голосовать за Байдена, никакие факты, никакие цифры, их мнение не поменяют. Послушай, 40 лет Мэддиган в этом штате обворовывает штат, и что? И ничего. И что? И кто голосовал за него, тот и голосует. Так что, я боюсь, что планка моральная настолько низко упала у демократов, у сторонников демократической партии, а средства массовой информации им дают экскюзы, они начинают, выходят, на головом глазу выходит председатель комитета по разведке, и говорит, это все проделки Кремля, и все обрадовались, а ново-трамперы это как обрадовались, ура, 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 Кремля проделки, это все специально сделано, чтобы Трампа, Путин Трампа поддерживает, для этого они, ну, в общем, тут даже, я даже не знаю, как это объяснить, это болезнь, это не объясняет, у нас звонков массы, может мы, мы по поводу, задал человек вопрос, по поводу судей Байрата, ты ответил, оставайтесь с нами, буквально две минуты, значит, контролируемый республиканцем юридический комитет Сената в четверг одобрил предложенную президенту кандидатуру судьи Эми Кони Берритт на пожизненный пост в Верховном суде, решение было принято 12 голосами, против, не проголосовал никто из голосовавших, все 10 состоящих в комитете демократов голосование бойкотировали, и глава комитета Лэнси Грэм, комментируя бойкот, отметим, мы не позволим им взять на себя управление комитетом. Перед началом голосования Грэм сказал, что наступил исторический момент для консерваторов. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, объявляя о бойкоте, сказал, этот процесс был фарсом с самого начала, и добавил, что демократы не хотят добавлять легитимности этому процессу своим участием. Шумер также вновь озвучил позицию своей партии, которая выступает против назначения нового судьи за столь короткое время до выборов и считает, что выдвигать кандидата в такое время, когда выборы нельзя, они настолько все заняты вот этими выборами, они работают день и ночь, что у них просто даже нет времени сесть и вот обсудить кандидатуру Верховного Судия. Ну просто до смешного доходит. Звонок есть, да? Звонки. Звонки. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. У меня есть два маленьких замечания. Можно? Конечно. В одно из воскресенья я попал на передачу общества «Круг». И там выступала ведущая и приглашенная адвокат. Адвокат это, видно, молодая женщина, образованная. Вот я не смог дозвониться в передачу Анатолии, что Байдена поддерживают все умные белые женщины. Так вот, она рассказывает, почему она от демократов ушла и перешла к республиканцам. вкратце это то, что демократы кормят, а республиканцы учат ловить рыбку. Она была, как она сказала, ярая демократка со школы, с колледжей и все прочее. И она сейчас поняла, что это такое. Так что, может быть, лед тронулся. Второе замечание. Когда вчера Байден сказал, что они обеспечили 20 миллионов людей страховкой, но надо было спросить, за счет кого и как. Вот это глобальный вопрос. Спасибо большое. с Обама Кермы обсуждали уже. Можно было сказать, за счет кого и прекрасно все знают, за счет кого. То есть, те, за счет кого они получили, их это устраивает. А те, кто этот счет дает, их это тоже как бы... И сейчас он продолжает рассказывать сказки. Вы помните, 2010 год. Барак Хусейнович Обама, 25 раз выходил на национальное телевидение и говорил, вам нравится ваш план, вы имеете ваш план, вам нравится ваш доктор, вы имеете вашего доктора, а мало того, вы сэкономите две с половиной тысячи на семью каждый год в среднем. расскажите мне, хоть одно слово вот в этой речи Обама, Обама, правда? Подожди, Ахрена подобного. А Байтон тоже самое сейчас говорил и сказал, да, они сделают меньше премиум, цены на лекарства они уменьшат. Единственный... Причем самое интересное, он говорит, у нас есть план, то есть он еще не стал президентом, но у него уже есть план. Вот так он тяжело работал в бейсменте, чтобы выйти президентом и сразу был план. у них этот план глобальный, социальная медицина, государственная медицина, вот это их главный план. Уже даже есть... Обама Кер принимался... Да. Уже даже есть название Байден Кер. Да, 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 да. Точно. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Вы знаете, друзья, если вы не обратили внимание на изменение тона всех этих проституирующих суд после последних событий, уже и не такой большой поток ненависти, уже и осторожное хождение вокруг дела Байдена, понимаете, уже и критика тем партии пошла, как я говорил уже Анатолий, возможно, они начинают что-то подозревать. Я... Я очень сомневаюсь в этом. Вы знаете, что я боюсь, что они все давно и четко все знают. Знают, безусловно. Именно Байден. Вы посмотрите, Клинтон замешан в грязных делишках. Чем они ответили? Они ответили расследованием против Трампа, специальным прокурором. Байден замешан по уши в дерьме, в коррупции. Чем они ответили по Украине? Звонком импичментом Трампу. И звонком его Зеленскому. Верхушка демократической партии все знает, все понимает и принимает контр-атаки, контр-меры. Я имел ввиду СМИ, протестующие СМИ. Насколько они сейчас изменили тон, если вы не заметили? Хорошо, посмотрим. Не заметили, честно говоря. Слушай, смотри, вы хотите сказать, что они вчера не было таких нападков на Трампа со стороны модератора? Нет, нет, не только это, но и потом, последующий анализ, и даже предыдущий там, если вы помните, такой есть на CNN он начал закапываться. который Стэнси Пелоси брал интервью у нее? Да, да, да. Хорошо, идем дальше, спасибо большое. Вы знаете, я вам скажу так, когда были первые дебаты, наверное, обалдели все, и СМИ, и зрители от той перепалки, и от того цирка, который устроили Трамп и Байден, и все просто не ожидали вот этого. У нас здесь звонок, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вчера осмотрел эти дебаты и заметил пару ошибок Трампа, ну, например, ему дали козырную карту насчет этого корейского диктатора, ну, севрокорейского. Вот, вот, вот и с ним. А он мог сказать, он выручил из тюрьмы, из корейской тюрьмы трех заключенных. все гробы с останками солдат были возвращены, а что ты, Байден, вместе с Абамой сделали для этого? Вот, теперь дальше. Почему не задать вопрос, зачем твой сын летал с тобой в самолете? В самолете это два козыря Трамп не использовал. Окей, возможно. Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Алло. Приглушите радиоприемник, мы вас слушаем. Нет, спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я долго ждал нерегберского процесса, и вот вчера я был на нерегберском процессе, и оба приговорены соответственно. Ну, мы пришли к одному общему выводу и знаменателю. Значит, Дон Кихот играл Трамп, у него это хорошо было, Дон Кихот играть. Дальше, танки в Украине, кстати, это самое, я считаю, что главное нужно было отдать России Аляску. Как только если бы на него хоть заикнулись, то Россия была бы сразу довольна, и не надо было бы выходить на демонстрации. Вот. Что касается производства, товар стал настолько хуже, что дальше некуда. Все разбавляется слоновой мочой, хотя считаю, что аслидой. Вот. Дальше, что у нас еще идет по курсу? Ну, вот это выбор, кто какой религии. Я вас поздравляю, товарищи евреи, вас католики обходят по всем категориям. Вам не надо вылетать никуда и воровать самолет. ничего не понимаешь, о чем идет речь? Ну как, не знаете почему, так я вам скажу, браки эти, федератические, я не знаю, как это называется, по-другому. Вот, теперь в католике уже выходят, отдай только мусульманин. Вы должны понимать, что эта музыка прозвучала в ответ звонящему, потому что я таки не понял этот бред, который он говорил. Да, добрый день, вы в эфире. Это к специалисту, это не к нам. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, Сережа, добрый день, я не знаю, что у вас еще в студии. Сегодня Олег. Здравствуйте, Олег. В Советском Союзе, помните, была шутка, что нельзя быть одновременно умным, честным и членом Компартии. Да, да. Вот нельзя быть одновременно умным, честным и голосовать за демократов. Все, спасибо, до свидания. Коротко, но очень ясно. Коротко, но лаконично и понятно, спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте, я очень внимательно вчера слушал, Трамп очень достойно выглядел, безусловно. А Трамп, этот самый Байден, это же трепло настоящий. Согласен. Промогу, что он подонов, так он и все и трепло. Там я напомнил речь, там Кастро, там Хрущева, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ничего конкретного. Полное ничтожество. Так что я вас призываю, товарищи евреи, неевреи, голосуйте, пожалуйста, за нашего Трампа. Я поддерживаю вас в вашем, в вашем воззвании. Спасибо. Вообще я согласен, мне вчера Трамп очень понравился, причем я буквально там первые 10 минут я уже понял, что он абсолютно поменял тактику, как видно, он послушался своих советников. Может быть, кстати, повлияло еще и дебаты вице-президентов, насколько спокойно и достойно держался Пенс, и может быть, действительно, Трамп увидел, что результат, наверное, лучше будет так, чтобы держать себя немножко в руках. Хотя пару раз было такое, что я боялся, сейчас он сорвется. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня один вопрос, может, он риторический, и еще одно замечание по поводу вчерашних выборов. Дебатов. Трамп же очень умный человек. Как, не может он спросить Байдена, как у него поворачивается язык, говорить о его текстах, о том, что он тексты не сдавал. Потому что, ведь он же всю свою жизнь, 48 лет, сидя в этом, в Сенате, жил на тексты, на деньги созидателей, таких, как Трамп. Как он может вообще об этом говорить? Ну, в принципе, он вчера немножко об этом говорил. Может, не таким прямым ответом, но если вы помните, когда он упомянул про стак-маркет, когда он сказал, что кто оттуда берет деньги, ты и не я сейчас. Да, но понимаете, в чем дело, что тут нужно очень доходчиво и прямо говорить. И теперь еще у меня один вопрос. Может быть, вы уже об этом говорили, но повторите, для не слышавших или не понявших. Я сейчас только вынула из почтового ящика конверт с бюллетенем. Да. Но я хочу голосовать in person. Так. Что я должна сделать? Я должна не открывать этот конверт и принести или заполнить? Нет. Что я должна? Скажите мне, пожалуйста. Вы просто должны принести этот бюллетень на участок. И когда подойдете к чек-ин-судье, который вас будет регистрировать, отдадите ваш бюллетень, потому что, когда он откроет логбук, там будет стоять знак, что вы проголосовали. Что вы получили этот бюллетень. Поэтому вы предъявите свой бюллетень, они сделают апдейт. Не надо его заполнять даже. Да, нет. Да, вот я вот и думаю, заполнять его или не заполнять? Не надо. Хотя есть вариант заполнить и опустить в бакс, но это неизвестно, куда можно. Нет, нет, я не хочу в бакс. Нет, не надо. Чистый бюллетень принести и сунуть под нос. Да. Спасибо. Спасибо. И дай Бог нам всех успехов. Я тебе скажу вот что. Подожди секунду. Вот папа, он не мог идти голосовать, он заполнил бюллетень, дал мне, чтобы опустить в этот бакс. Вот я вчера пришел голосовать. Мне говорят, ваша фамилия, имя. Не спросили ни драйвер-лайс, ни один. То есть, почему я не могу прийти вместо нее и сказать, меня зовут так-то, так-то, адрес такой-то, такой-то, и все, я могу за него проголосовать in person? Да, можешь. Спокойно? Спокойно. И я вот это и сделаю, наверное. Наверное. Вот, видишь, вот. Спасибо вам большое. Вы мне сейчас подали хорошую идею. Добрый день, вы в эфире. Hello, добрый день. И коротко в конце передачи. Почему бы Трампу не брать советники из русскоговорящей комьюнити? Вы знаете, я все время говорил, Сережа, ты не здесь сидишь, тебя надо туда. Вот, вот давайте, организуйте движение, и мы, Сережа, будем продвигать в Белый дом. Только смотри, не зазнайся, потому что потом тоже станешь таким коррумпированным, как в этом болоте вашингтонском. Спасибо большое. А оно мне надо. А оно мне надо, да. Добрый день, вы в эфире? Нет? Не об этом я мечтаю. Алло, добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день, ребят, привет. Здрасте. Сережа, есть хорошая новость. Ты помнишь, в прошлую среду позвонила женщина из Нью-Йорка, сказала, что ее подружка... Ага. Не знает, за кого голосовать, не любит этого, не любит того, и так далее. И вот все учить ее нет, и она все хорошо знает, это прекрасно понимает. Так вот, вчера позвонила подружка под самый конец программы и сказала, что эта женщина сказала, мы правы, надо голосовать за Трампа. Вот, вот видишь, как мы с тобой свою работу сделали. Но дело в том, что я вот уже не один такой пример слышал, что люди, которые всегда голосовали за демократов и два раза голосовали за Обаму, и в прошлый раз голосовали за Хиллари, и в этот раз голосуют за Трампа. Причем, это не понаслышке, например, соседка моей дочки, женщина в возрасте, дочка, ее дочка живет в даунтауне. Когда громили весь этот даунтаун, и эта дочка смотрела на это все, она живет, знаешь, вот в самом центре, она смотрела на это глазами, у нее волосы становились дыбом, она звонила, говорила, мама, здесь такое творится, так вот она сказала, эф, демократов, и мы голосуем в этом году за Трампом. Так что да. Спасибо. Спасибо, Анатолий, мы продолжим буквально через несколько минут после небольшой рекламной паузы. Возвращаемся, возвращаемся в программу. Прокашлялись, прокашлялись, привключенных микрофонов. 847-400-5200, телефон в студии, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Я уже давно проголосовал за всех республиканцев исключительно на зло-демократу, потому что они себя вели так неправильно. И еще я хочу сказать на счет Байдена. Алло. Да-да-да. Мы вас слышим. На счет Байдена. Ведь наши тексты, которые собираются, ведь какую-то определенную часть из них нужно украсть. Вы понимаете? Это же во всех странах и здесь тоже принято. Но так надо украсть. Только он украл очень осторожно. Он вмешивался в дела других стран и сказал уборки прокурора. Это самая настоящая коррупция. Ну да. И никто об этом не говорит. Да, по поводу украсть, говорили Прибрежневе, было хорошо. Он хоть и воровал, но и другим давал воровать. И другим давал, да. Здесь тоже так. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Кто-то говорит. Это мы говорим. Окей. Спасибо вам, Сережа, уважаемые Сережа и Олег за передачу. Я хочу сказать насчет вчерашних дебатов. Ставить не пять копеек, а один цент. Потому что Байден и его демократы недостойны даже пяти центов. Вы не заметили, как Байден ненавидит Трампа. Он даже не скрывает это. Как он его унижал вчера, показывая на него пальцем и говоря, дизгай, он же ведь президент, его надо уважать, какой бы он ни был. Мы уважали всех президентов, которые были раньше. Я хочу... И Байден, видимо, забыл, что он находится на площадке, где идут дебаты, а не на детской площадке играться. Когда Трамп его доставал, он по-идиотски смеялся и подмигивал своей жене. Это вообще удивительно, чтобы партия себя так вела. Говоря о народе, что они делают все для народа, они только говорят, это мы слышали и это мы пережили в Советском Союзе. Союзе. Покажите, что вы делаете для своего народа. А говорить нам не надо. А народ не понимает, что их вот это, извините за выражение, они нас называют быдло, а не натуральное быдло. Они не понимают, народ не понимает, что эта партия к чему ведет и что с нами будет. И что уже с нами стало. Да, мы согласны с вами. Спасибо за внимание. Ну, вы не забывайте еще о том, что вчера хотя бы Байден не назвал Трампа клоуном и не сказал ему заткнись, так как он это сделал в первых дебатах, если вы помните. Звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Я еще раз вам позвонил, и о двух вещах хочу сказать. Во-первых, вот вы, если взять Сенат республиканский, то там буквально три-четыре человека, которые, ну, активно поддерживают президента, Круза, там, еще несколько есть. И я считаю, фактическая ошибка он сделал в его новой программе, потому что он там сказал, чтобы ограничить срок нахождения в Сенате и палате представителей. А все же, понимаете, не государственные люди, они же синякуру себе сделают. И вот именно по этой части, поэтому, наверное, они избегают его активно поддерживать, тем более сейчас, когда, наконец, так сказать, Джулианин к этому сроку компьютер подготовил, но вот нету в этом вопросе, по крайней мере, не слышно от поддержки. Круз там вызвал, мордокнигу на собеседовании, ничего не даст. А второе, вот, чем люди, люди голосуют, вот в основном женщина, я вот разговаривал, но это давно по другой части, ну, такого среднего возраста. А голосовый, как для Джулики не было в Солене, как забила, простите, Клинтона, он же душка, выглядит хорошо, вот мы за него выголосуем. Так что, так вот, это все по старику Фрейду, что называется. Да, я говорил, что к нам вот на YouTube подключаются люди со всех, со всех штатов и многих стран, так вот, человек со Львова, он написал, Трамп Людына, я с вам изгоден. Вот так вот, добрый день, вы в эфире. Алло, я хочу тоже, пожалуйста, сказать пару вещей по поводу прошлой, вчерашней гебатов, вот, согласно Обама, Байден, Кер, медицинскую, которая была сказана, что это принесло людям, ну да, принесло медицину тем, которые не работали, вот, которые бездельничали, которые сейчас имеют бесплатную, но те, которые люди работают, они могут тебе оформить эту медицину, и те самые 20 миллионов, которые были безработные, ничего не делали, получили, а 20 миллионов даже больше, больше, почти 30 миллионов, те, которые работают, демокуси оформят это. Это реально, что, о которой, в принципе, никто не хочет говорить, и, верность. Абсолютно, спасибо большое. Ну и потом, а потом, если вспомнить, насколько премиум вырос, насколько дедакт был вырос, и так далее. Дедакт и все прочее, да. То есть и страховки для людей, которые работают, покупают, платят, стали практически недоступными. Во всяком случае, что одно, Трамп сделал хорошо, и очень многие ему благодарны за это, это хотя бы вы не платите пеналти, ну, как это, пеналтиз, штраф за то, что у вас нету этой страховки, за то, что вы не покупаете. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, это очень важно для голосования. Я вчера была на тренинге, и там, раньше нам говорили, что испорченные или возвращенные, присланные по почте бюллетени, на них нужно написать войд и положить в конверт для испорченных бюллетеней. Сейчас они даже это не говорят, просто положите в конверт, то есть они их собираются использовать, поэтому, пожалуйста, все, кто будет возвращать, и те, кто работает на участке, обязательно перечеркните, желательно вообще маркером, чтобы было видно, что это войд и что его нельзя использовать. Мне кажется, что там большие планы на эти бюллетени. Спасибо большое. Вполне возможно. Кстати, когда голосуете, не забывайте, там есть пункт по поводу изменения Конституции в Веленосе. Я знаю, что некоторые люди, они, даже не говорил человек, я не знал, что это, вообще не понял, и я ничего там не поставил. Так что, на второй стороне этого бюллетня, слева, левая часть, это вот вопрос по поводу изменения Конституции в Веленосе по поводу налогов. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, это я в эфире. Да, это вы в эфире. Добрый день. Мой дебют. Вы знаете, я знаю, при какой температуре закипает вода. Так. Но я не знаю, при какой температуре закипает кровь. Это то, что со мной происходило вчера и, видимо, сегодня происходит, потому что я уже не удержалась и звоню вам. Вот вы мне скажите, мы все идиоты или выборочно? Почему? Почему? Нам представили такого кандидата в лице Байдена, который блеял, который не мог фразу произнести, который путался в своих словах и в своих волосах на ногах, а на первых и вторых дебатах он говорит, говорит, и ему же никто не подсказывает ничего. Да, у него лежат какие-то записи, но он же отрывается от них и говорит. Значит, я беседовала со своими друзьями, мне говорят, что он, наверное, просто завучивает на память. у человека нет минуточку, извините, как человек может на память выучить, если у него деменция? Объясните мне, пожалуйста. Ну, во-первых, говорят так, у него начальная стадия этой деменции. Вот, я не знаю, что это значит, я не медик, но, как видно, он может запомнить какую-то фразу. Вот вчера, например, когда он вдруг обратился к нам, к людям и говорит, так, давайте, вот это вы, вот вы семьи, вот, и вдруг он начал говорить вот этим вот клише, и Трамп тогда сказал, ну, настоящий политик, потому что на вопрос ответа не последовало, а последовала вот эта вот заготовленная фраза. Вот эти заготовленные фразы, он действительно, он целую неделю, он перестал проводить кампанию, он сидел, изубрил вот несколько фраз, когда он обращается к зрителям, а все остальное болтовня, ну, послушайте, он 48 лет занимается этой болтовней, за 48 лет оно у него в мозгу застряло, как гвоздь. Посмотрите, значит, его, его ответ на вопрос по поводу коронавируса. Вы заметили хоть какую-то небольшую разницу, которая была по сравнению с ответом во время первых дебатов? Он сказал то же самое почти слово в слово. Он обвинил Трампа за то, что он не вовремя закрыл границы, за то, что он знал об опасности и не предупредил нас, чтобы не сеять панику среди людей. А представляете, действительно, если бы посеял панику, тут и без паники разобрали всю туалетную бумагу. Что же было, если бы была паника? Тем паче тогда, когда еще абсолютно не знали, что такое коронавирус. Я должен вам отдать должное, ваш дебют удался, при вашей кипящей крови у вас настолько спокойный голос и четко вы себя, ну, как бы объяснили то, что вы хотите сказать, то, что звоните нам. Вы даже не понимаете, как я себя сдерживаю. Не надо сдерживать себя. Говорите. Окей. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Всего доброго. Берегите себя. Добрый день. Вы в эфире. Алло. Добрый день. Добрый день. А как быть с судьями? Если вообще ничего не отмечать там где-то. С кем быть, простите? Судьями. Судьями где? В Верховном суде? Нет, нет, нет. При голосовании. Мы же не знаем, за кого кого там отметить. А, в этом плане. Если я ничего не ставлю, ни да, ни нет. Ну, не ставите, значит, не ставите. Не ставьте, если вы не знаете, но, в принципе, есть информация о судьях. Есть информация о... Скажите. Не имеет смысла сейчас называть там четыре десятка фамилий, которые вы не запомните. Хотя бы, хотя бы несколько. Ну, во-первых, вы можете выйти на нашу группу радио НВС в Фейсбук, и там наверху есть несколько кандидатов, фотографий, имена кандидатов, и один из них, по-моему, вот в частности, он баллотируется в суд. Помнишь, я вот точно знаю, что вы должны проголосовать против судьи Верховного Суда Килбрайда? Да. Килбрайд, его зовут Том Килбрайд. Это сейчас человек, который сидит в Верховном Суде в нашем, нашего штата. Да, в Веленосе. Человек, который обещал не брать денег от политической машины Мэдигана, а буквально на днях выясняется, что Мэдигал в его избирательную кампанию влил 500 тысяч долларов. Поэтому вот против этого судьи нужно голосовать точно. А еще? Если будете ставить вот эту точечку возле республиканцев, не ошибетесь. Дефранко. Так там не указано. Есть судья Дефранко. Там буквы не будет. А, судья нет. Судья нет. Все правильно. А, правда? Да, я знаю. И еще, вы знаете, вот этот вопрос по поводу этих текстов, он стоит перед этими, перед президентами. Да. Самый первый. Да. И вот там нужно сказать нет. Нет. Да. Обязательно. Всего вам доброго, удачи. До свидания. Спасибо. Да. Да, вот эта история скилл в райд. А еще у нас председатель Верховного Суда в штате Ренос, это жена позорно опозорившегося Олдермена. Олдермена. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Алло. Вас не слышно. Добрый день. Не слышно, перезвоните. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что делать со словом в выборе election. Если в выборе, то подозревается, что должно быть как минимум два человека, два кандидата. А если есть один, то о каком слове выборы можете речь? Это же самое, что у нас в Союзе было. Один кандидат от всех, и только за него надо голосовать. Другого не было. Ну, это не совсем как в Советском Союзе было. Это значит, что в том или ином дистрикте нет представителя противоположной партии. Они сочли это, я не знаю, по каким причинам, что это не имеет смысла, и не выставили кандидата туда. Возможно, там живут одни, так сказать, сторонники демократической партии, а избирательная компания, как правило, требует денег. Если вы посмотрите на Джейн Чаковский и посмотрите, сколько денег она собрала на свою компанию, и посмотрите, сколько собрал Саргиз. Сангарин, кстати сказать, у Саргиза блестящий совершенно парень. Я настолько поражен. Да, но если подумать, что есть ли у него шансы, я, честно говоря, сомневаюсь. У него есть шансы. Что касается по деньгам, то, конечно, она у ней в десятки раз больше денег, чем у него, но при этом умница. Хотя я тебе скажу, Сережа, она собрала очень много денег на свою компанию, но я не вижу, чтобы эта компания давала какие-то объявления, давала какие-то рекламы. Я не вижу, что у нее какая-то компания происходит. То есть, мне такое впечатление, что она эти деньги просто в карман положит себе, да и все. По окончании выборов. Я прошу прощения, что перебиваю вас. Нет, нет, извините. Но дело в том, что я голосовал в последнее время в зале республиканцев, и я имею в виду судей, именно судей. Обычно всегда бывает один кандидат в республиканском бюллетене. И я спрашивал у тех, кто был на участке, что мне делать. Это не выборы. Куда мне обращаться? Потому что я думаю, что любое комьюнити имеет много адвокатов, которые не просьбы стать судьями. Так что оправдание, что никто не хочет, мне кажется, тут неуместно. Чем объясняется, что на оппозицию в суде часто бывает только один кандидат. Значит, еще раз говорю, но никто же не... Не сочли, да, нужным, чтобы пытаться занять этот пост, потому что либо бессмысленно, либо не хотят. Ну, много есть резонов у людей. Почему? Не знаем, почему. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сергей, пожалуйста, закончите свою мысль. Дефранкова, Савида или нет? Да. 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 Дефранко, да. Дефранко, да. Алло. Что? Нет, все, звонки, хочется. мы уже там, мы уже подводим некие итоги. Народ очень активно голосует. Я сегодня утром проезжал, мимо одного, мимо нашего избирательного участка, хоть дождь. Думаю, наверное, никого не будет, ничего подобного. Стоит, не очень большая. Я вчера стоял в очереди, дочка должна была подъехать. Я стоял, и сзади там какие-то несколько пар, и они так активно обсуждали, и что-то вдруг они сказали против трамп-саппортерс, и я такой немаленький повернулся, я, видно, посмотрел, я на них так посмотрел, и уже приоткрывал рот, что они сразу прижались, да, прижались, закрыли рты, и больше я их не слышал. И, кстати, я тебе скажу, там было очень много сайнс, трамп-энс, я удивился, я думал, там где-то поставят сзади, нет, очень много. И, кстати, я смотрел на людей, когда они смотрели на эти вот, ну, таблички, и я так видел в глазах довольно-таки положительные эмоции. То есть, я так понимаю, что мы не одни в этой очереди стояли, республиканцы. ты знаешь, я по нашему аулу еду, и знаков трамп-энс, вот кроме тех, которые я оставлю, нет, нет, ты знаешь, я вот вернулся. Я не уверен, а вот Байдена стоят, я не уверен, что все, кто живут там, сторонники Байдена, ну, подавляющее большинство, потому что в нашем ауле, к сожалению, в местный конгресс не было представителя на прошлых выборах, я точно знаю, не было, не баллотировался, один алкоголик, демократ, бывший учитель был, и он стал конгрессменом, а вот не было республиканцев. Ну, это, наверное, потому что живет все-таки огромное количество таких людей. Две недели назад мне пришлось поехать на одну из, ну, по бизнесу, на одну из фабрик кухонных в Висканске. Езды, наверное, часов в шесть, в самый-самый вверх, и вот по дороге едешь, представьте, себе стоит огромный-огромный трейлер, 52 фута, белый, красными огромными буквами, Трамп 2020. Едешь дальше, какие-то вот эти вот вывески из огней, мигающих тоже, Трамп, Трамп, везде эти стоят таблички, как-то вот немножко даже, знаешь, не по себе, думаешь, слушай, попал в другой мир. Во Флориде, вот мы были в Майами, едет лодка на ней, там 18 флагов, Трамп, 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 на балконах Трамп, на машинах стыкеры Трамп, никто не боится. Даже вот на Ченнел Лейк, по озерам прокатишься, в домах висят флаги Трампа, но там другой народ. А Лейк Женива? Вот здесь я боюсь, что Лейк Женива, это уже все-таки Вискансин, а это наш именной. А, ты говоришь про Ченнел Лейк. Я думаю, что люди, некоторые люди боятся просто ставить у себя знаки за республиканцев, за Трампа. Мы знаем, знакомые есть общие, которые в Лейк Зюрике у себя поставили там флаг, забросали яйцами, а таблички снимают, срывают, и делают какие-то... Да, люди боятся, а я тебе скажу другое. Потому что сюда добирается и это боевое крыло демократической партии, вот этих они, по-моему, боятся. Ну, а то, что отмороженные демократы, которые голосуют, срывают, ломают, это понятно. А многие боятся из-за того, что их дети ходят в школу и в школе узнают, потому что Next Door, следующий дом, там подружка, где стоят надписи Байден, и если поставишь Трамп, то эта подружка завтра в школе скажет, что вот у моей подружки, у нее там на драйвее, у нее Трамп Пенс. Ты подозреваешь, что избиратели демократов обрали в себя все самое гнусное от советской системы? Конечно. Еще бы. Успеем принять один звонок? Давай. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я получила имейл, что завтра будет большое ралли. Нож в руке? Нож в руке, да. Это правда, да? Честно говоря, не знаю, насколько достоверно и большое-небольшое, но да, меня люди спрашивали там, что насчет этого ралли. Вы знаете... состоится. Окей. Значит, говорится, что мы там будем стоять, потом поедем в Линкольнвуд и там будем тоже стоять. Я... Мне посчастливилось. Я попал на одно рейл, это Кенкокки Каунти. Там такой огромный есть филд, там, где происходят разные events. Вы бы видели количество людей, которые там было. То есть, там было не десятки, не сотни, я не знаю, там, наверное, было несколько тысяч людей. Вот это действительно было рано. А, понятно. Значит, мы должны приехать на станцию метро в Норсбурге. Насколько я знаю, да. А там уже я не знаю, куда поедут. Нет. Они на машинах, по-моему, радио ставят? Или это на месте будет? Нет, там, по-моему, на машинах. Вот на машинах. Значит, пишется так, что, значит, мы там будем стоять, собираться, часа два, потом сядем в машины и поедем в Линкольн. В Линкольн. В Линкольн. В Линкольн Шайр? Нет, в Линкольн. В Линкольн, да? Окей. Да, на улице Костнер где-то там. А, да, Линкольн, да. И там будем стоять тоже два часа. А, по-моему, возле здания полиции, нет? Насколько я ошибаюсь, нет? Да? Вы знаете, у нас нету света, я не могу сейчас ух ты, я понял. Да, нету света. Спасибо за информацию. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что? Ну что, все, ну? Пора прощаться. С тобой. Да. Мы с тобой попрощаемся. Берегите себя. Мы еще остаемся, у нас сегодня впереди еще масса интересных встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания.